Уже с 10 часов утра солнечногорцы знакомились с товарами и продукцией местных производителей. Пришедших на праздник подчевали блинами с черной и красной икрой. Лакомства изготовили постоянные участники Дня предпринимателя, учащиеся профессионального технического училища номер 73. Помимо кулинарных достижений студентов училища, солнечногорцам продемонстрировали праздничное био-тату. Любой желающий ему получить подарок в виде рисунка на теле от молодого мастера Андрея Барыкина. 13-летний любитель рисунков по телу заканчивает солнечногорскую художественную школу и уже год практикует био-тату в парикмахерской 73-го училища. Это рисуется красками, специальными акрилами. Они легко смываются водой, можно поносить неделю. Если не понравится, то смыть, но вы нарисовать. Уже не первый год на Дне предпринимателя предлагают свои товары и услуги такие фирмы, как Веста ТЛ, агентство недвижимости Алса Риэлти, открытое акционерное общество «Солнечногорский хлеб». Руководители организации отмечают, что в последнее время спрос горожан на их продукцию растет. Это дает хороший стимул в работе. Да и руководство района всячески содействует предпринимателям в развитии. Трудности, которые сейчас в нашей жизни есть, они все меньше, меньше и меньше. Потому что работаем, развиваемся, творим, что-то делаем, придумываем. Благодаря помощи местных органов, наверное, становится лучше с каждым днем. Сравнивать с прошлыми годами, конечно, и законодательство стало более благословно к предпринимателям. И жители Солнечногорска стали понимать значимость работы предпринимателей. Поэтому удовольствие работать. Конечно, много работы. Солнечногорскому хлебозаводу за последний год удалось увеличить объем продукции в два раза. Предприятие значительно расширило ассортимент своих изделий. Далось это нелегко. У предпринимателей есть свои проблемы. Есть свои проблемы. Это основные проблемы. Это уменьшение себестоимости изделия, конкурентоспособность товара. Но, я думаю, общими усилиями их можно решать. После знакомства с товарами и услугами местного бизнеса Солнечногорцев ждало праздничное представление. Генеральным спонсором всей программы в этом году выступило общество с ограниченной ответственностью «Нифторгсервис» и Лига предпринимателей Солнечногорского района. Наиболее отличившимся предприятием вручили грамоты губернатора Московской области, главы Солнечногорского района и Московской областной думы. В числе награжденных фирмы «Варт», «Алс Риэлти», предприятия «Внефторгсервис» и «Солстэк». За последние четыре года объем товаров и услуг возрос в четыре раза. Представьте себе. А количество трудящихся в этом бизнесе тоже увеличилось на 30%. В свой профессиональный праздник солнечногорские предприниматели традиционно отмечают и День защиты детей. Такое совпадение объяснил горожанам депутат Московской областной думы Александр Жаров. То, что делают и будут делать наши предприниматели, это в первую очередь забота о подрастающем поколении, это в первую очередь пополнение бюджета различных уровней, включая муниципальных, а отсюда и строительство детских площадок, и увеселительных комплексов, и различных форм, где дети могли бы отдыхать, развиваться. К детям на праздник обязательно приходят с подарками. Лига предпринимателей Солнечногорского района выручила DVD-караоке реабилитационному центру для детей и подростков с ограниченными возможностями «Незабудка». А продолжилась праздничная программа выступлением артистов и народным гулянием. Строение отличное, лучше побольше праздников, с выгодом на природе в парке. Людям есть где отдохнуть, увидеть друг друга. Такие праздники нужны. Спасибо, Чонок.